Мы живем в 21 веке, и в эту эпоху принято использовать инструменты soft power, то есть влиять, использовать в политике методы экономического воздействия, дипломатического, культурного. К сожалению, Россия пока живет инструментарием 20 века, который предполагает насилие и пропаганду. И нет ничего удивительного в том, что этот инструментарий в полной мере сейчас используется в Крыму. И для нас, для европейцев, украинцев, нам очень сложно понять, почему именно так. Ведь когда начался массовый расстрел людей на Майдане, всем сразу стало понятно, что это российское влияние, потому что нашей культуре, нашей политической культуре вообще не свойственно подобные действия со стороны власти. И сейчас нам кажется, что это нагнетание ситуации в Крыму. На самом деле логика российских властей заключается в том, чтобы подавить любой оппозиционный фактор, любые оппозиционные структуры, этнические, социальные, и поэтому оно использует все репрессивные инструменты, которыми обладает и которыми хорошо умеет пользоваться. Почему они это делают? С одной стороны, это такая оппозиция российского государства. Зачищать все, что выступает, чтобы поверхность политическая была идеально ровной. А снизу это инициатива радикалов, это инициатива шовинистов, которые сводят счеты, национальные счеты с теми, с кем им мешалось ввести счеты украинской власти. К сожалению, это происходит, и это будет происходить и дальше. Необходимо, чтобы появилась третья сторона, это международные структуры, которые могли бы мониторить и могли бы отстаивать, защищать права крымчан. Потому что Украине это сделать не дадут напрямую. Значит, мы должны опираться на международных посредников.